и аппоксимирующих моделей. Разработаны соответствующие меры близости указанных моделей. Разработан также классификатор упрощенных моделей малоразмерных. Расчетная гад показала, что для аппоксимации рассматриваемых многомерных моделей достаточно моделей двух-пяти шпотов. Итак, сформирована модель два разных. Обязательным элементом является анализ значимости параметров модели. Он осуществляется на основе анализа чувствительности моделей в логировании этих параметров. Был разработан метод построения функций чувствительности по смещению границ области устойчивости. И был проведен широкий анализ чувствительности моделей к варьированию различных параметров. Анализ показал непрубость моделей в варьировании экономической устойчивости. Вот два вопроса. Малоразмерные называются заготовки, упругие характеристики которых в балансе характеристики технологической системы составляют 50 иголиков. По второму вопросу. Технико-экономический анализ показал, что стоимость обрабатываемого изделия значительно выше стоимости других мероприятий, связанных с его обработкой. Поэтому, в частности, был выбран в качестве критериального именно производительность для сопоставления вариантов технологических процессов. Пункты выводов скормулированы в форме выполненных мероприятий. Разработан алгоритм, изучена модель. Ну вот, получается, там, практически, в рассчитанных книгах написано, письмо. А пункт первый, вы не знаете, чем займемся. Нас, в конечном итоге, интересует чисто практическая сторона в результате приведения научного исследования. Скажите, пожалуйста, где вот этот практический результат, гласящий о том, что теперь мы познали что-то из неверного, и это используем на пользу, так сказать, в каком-то плане. В каком пункте, по-вашему, это скормулировано? Вот это чисто практическое. Вот на плакате 35. Нет, не на плакате, а в пункте вывода. В автореферате? Да. Хотя. Ну, во-первых, это в последнем пункте отражены результаты, связанные с внедрением. Нет, я... Повторись в вопросе, нет. Сейчас, сейчас. Дело в том, что матрица, даже в следующей матрице С, является основанием образования координат. Конечно. Но все дело в том, что если она у вас прямоугольная и квадратная, я скажу, матрица С у нас, вообще матрица С у нас. А если прямоугольная, значит ее размер на число срок меньше, чем число столбцов? Ну, мы ее не обращаем к нам. Нет. Конечно. Это правильный, но и мнение, это же измерение. А число измерений должно быть меньше, чем число переменных состояний. Ну, как вы восстанавливаете число измерений? Меньше, чем число состояний? Число состояний. У нас число состояний соответствует 2N плюс 1. То есть, если это число измерений, то число состояний 2N плюс 1. Я об этом говорил. А как вы восстанавливаете 2N, 2N плюс 1? Вот у нас, вот у нас правило, перехода из физических координатов в переменные пространства. Второй вопрос, если позволите, используется оптимизация. Вы строите, значит, характеристику переключения. И в этой связи, я хотел бы, скажите, пожалуйста, там какую-то критерию у вас оценки оптимизационной. Это что, по строительству? Или система невинейная? Пожалуйста, перестаньте. Спасибо. Очень хорошенький вопрос. Я прошу просто не знаю. Речь идет о нерегенерной системе. Речь идет о нерегенерной системе. Причем, полученная функция переключения формируется в самой системе. В результате учета кинематических и силовых условий переключения. То есть, это получается, как формируется периодическое решение. Вот в данном случае. Это, друзья, резец в исходном состоянии. А здесь, да, это резец после очистки арконом, вакуумной камеры. То есть, там был разрез, что ли? Эллиптический разрез? Предусмотрен, да. А, вот так, да? Да, да. Теперь так. А вот это вот максимум на нижнем графике, что означает? Откуда он взялся? Где? Какое место. Вот, вот, поправее, Марин, повыше. Вот это, да, вот это, вот именно это место. А, вот это, да? Да. Дело в том, что это данный эксперимент. Это всплеск, вызванный случайными воздействиями. То есть, он никак не связан с ядниками? Нет, мы специально эти графики не выбираем. Хорошо, понятно. Так, профессор Маклор. У меня несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот, на выходе блока качества вы получаете, вот, в частности, инфициальные критерии качества, интегральные критерии качества. А у вас такой, когда в этих случаях используется тот или другой критерий? И что это такое? Это чисто физически. Спасибо. Итак, интегральные критерии качества – это функционал. Это параметр, который является комплексной оценкой качества. Дифференциальные критерии… Очень большая пара к голову. Разнохарактерная по научным подходам, по методам. Отхватывает целый ряд таких направлений, научных самостоятельных. И, естественно, что не все они были достаточно естественными. То есть, возможности их осветить и… То есть, я не хочу останавливаться на оценках новичных полезностей. Я считаю, что тут все ясно и без меня. Все это у меня в отзыве написано. Я позволю себе сделать просто некоторые замечания по содержанию диссертации. Такие замечания, может быть, и частные, но, на мой взгляд, имеющие значение в части дальнейшего… защищать от работы. Несколько не продвучало, хотя я ему действительно об этом говорил. Унедрение. Ведь то, что написано там 15 предприятий, это не просто перечень предприятий. Я даже затрудняюсь сказать, есть ли крупные предприятия энергомашнодстроения… Сейчас пригодится в семье, в стране, в соцсетном совете. Кого вы не правы, не знаю. Тихо, тихо, тихо. Я действительно, для подчасти голосовую диссертацию, голосовую диссертацию, что он не привитает в начале. На связи с нами ученые степени, в состав Совета 21 человек. В состав Совета дополнительно не были введены члены Совета. Присутствовало на заседании 17 членов Совета, в том числе докторов по профилю рассматривали диссертации, 5. Роза на бюллетене, 17. Осталось не роза на бюллетене, 4. Оказалось в уровне, 17. Результаты голосования по вопросу возбуждения катодайства, присуждения ученой степени доктора и физических наушников, Басилькову и Преувитаревичу. За 17 крови, недействительное бюллетене, 20. Так, а кто же еще? А что он головой покачал зачем-то? Ну, вот, все подтвердили, молодцы. Молодцы, Николаевич. Ваши ребята, и все, правда, победа. И успешно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы пожелаем ему, конечно, творческих успехов в дальнейшем. Еще я бы хотел, конечно, поздравить. И даю любовь от счета успешной. И начнет их сам судьи спортом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ